Материал паблика Гранд Ориент Андрей Миллер Композитор XVIII века Никола Печини известен довольно широко, а вот кондотьер XV столетия Никола Печинина отнюдь. Между тем, это может и не Хокут, и не Сиджизмонда Малатеста, однако кое-какого внимания сей персонаж определенно заслуживает. Никола, которого от рождения Печинина не звали, да и вообще, видимо, по фамилии не звали никак. Родился в 1386 году в окрестностях Перуджи. Отец его был мясником и погиб в 1396. Его убили люди из Распантия, своеобразной перуджийской городской фракции, объединявшей ремесленную буржуазию. Золотой век Распантия был уже далеко позади. Он остался в середине 14 века. Но пока они еще играли значительную роль во всех сферах жизни города. С матерью Никола прожил недолго. Уже через два года убежал из дома и скоро оказался во Флоренции, где жил его дядя. Там наш юный герой тоже не очень задержался. Направился в Болонию, где поступил в наемную роту, ничем особо не примечательную. Ну а дальше карьера пошла в гору. 19 мая 1411 года Никола, уже 25-летний, участвовал в битве при Рокосеке. Французы схлестнулись с неаполитанцами непосредственно за Неаполь. Анжусский герцог Людовик Второй привлек на свою сторону не только молодого Никола, но и таких людей, как Муце Атендола, тот самый по прозвищу Сфорца, отец будущего герцога Милана и основателя знаменитой династии, Паоло Арсиния и Брача де Монтоне. Никола повезло свести близкое знакомство с последним и перейти к нему на службу, где он многому научился. Это была школа что надо. Собственно, прозвище Печенина к тому времени уже почти стало фамилией. Дело вот в чём. Если посмотреть на знаменитых итальянских кондотьеров, то в массе своей это были мужчины весьма внушительные. На эту тему даже некоторые из них рассуждали. Мол, нельзя хорошо командовать людьми, если ты сам не являешься крепким бойцом и не выглядишь угрожающе. Тот же Атендола своё прозвище получил за габариты и огромную физическую силу. Сынок тоже пошёл в отца. Ну и многие другие. Никола на их фоне выделялся. Он был очень маленького роста, силой тоже не отличался. Но зато по полной компенсировал это совершенно отчаянным характером. По этому показателю, лихо затыкая за пояс большинство своих коллег. Вот вам и комплекс Наполеона. Именно с физическими данными Печенина связана наиболее известная легенда о нём. Воюя за правившую Миланом семью Висконти против Венеции, который в то время служил уже ставший кондотьером, но пока далёкий от титула герцога Милана Франческо Сфорца, Печенина как раз от него и потерпел поражение. Тут надо понимать обычаи войн в Италии. Простых наёмников особо не держали в плену, смысла в этом никто не видел. Чаще всего просто отпускали. Но, естественно, это не касалось командиров. Не желая сидеть в каземате, Никола Печенина якобы воспользовался своей тщедушностью. Спрятался в походном мешке, который тихой сапой вынес с поля здоровенный ланскнехт из его отряда. В целом, Никола жил, конечно, весело. Ещё в 1406 году он женился на дочке своего первого командира, а через год убил её, уличив в измене. Далее была ещё одна жена, а третьей стала внучка Брача де Монтоне, как вы помните, тоже бывшего командира Никола. Ещё один любопытный факт биографии – осада Ассизи. Тут можно вспомнить уже освещавшийся вопрос, почему в Европе не строили и не использовали акведуки. Такое сооружение является брешью в обороне города. О чём могли не волноваться римляне? Кто там город-то осадит в сердце империи? Но никак не люди Средневековья и Ренессанса. Так вот, Ассизи был взят Никола Печенина именно таким образом. Умер Никола 15 октября 1444 года. По всей видимости, будучи отравлен, как это нередко бывало. Остаётся только добавить, что его сыновья, Якопа и Франческо, также стали известными кондотьерами.